Люби, браты, та сестры, слава Иисусу Христу! Я считаю, что это самое подходящее приветствие для сегодняшнего праздника, потому что мы отмечаем День Сошествия Духа Святого на землю, а Дух Святой сошел на эту землю прежде всего для того, чтобы прославить Иисуса Христа. Вы знаете, также мы отмечаем еще один праздник – это День Рождения Церкви Христовой. Вы помните, однажды Христос сказал апостолу Петру, он сказал, «Ты, Петр, и на семь камней я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И вот именно в День Пятидесятницы мы читаем, как апостол Петр сказал проповедь, исполнены Духом Святым, и в результате этой проповеди три тысячи человек покаялись и приняли крещение. Была образована Первая Иерусалимская Баптистская Церковь. Знаете, почему Баптистская? Потому что Пятидесятники говорят на непонятных языках, а Баптисты говорят на иных языках, то есть иностранных, понятных, так как это делали апостолы в День Пятидесятницы. Я всегда говорю, что проблема современных пятидесятников как раз и заключается в том, что они не пятидесятники, они коринфяне, потому что говорят на непонятных языках. А если бы они были пятидесятниками, то они говорили бы так, как говорили апостолы в День Пятидесятницы на иных, на иностранных, на понятных языках. Они говорили о великих делах Божьих, и в результате три тысячи человек покаялась. Вы посмотрите, у нас сегодня, как в день Пятидесятницы, мы собрались здесь и тут со всех народов под небесами. Среди нас есть и украинцы, и русские, и армяне, и евреи, и американцы, и даже африканец. И мы сегодня слышали служение на разных, на иных языках. И на украинском, и на русском, и на английском. И мы все понимали. Даже тогда, когда Иоаннафан пел на английском языке, вы прекрасно понимали, о чем он поет, потому что был истолкователь, и было истолкование на экране. И даже наши друзья-американцы, они присутствуют в нашем собрании, но они понимают, о чем идет речь, потому что среди них есть истолкователь. Потому что Джоэл – это больше, чем переводчик. Переводчик переводит то, что говорит проповедник, а истолкователь он еще и истолковывает. Он еще и объясняет, он еще и добавляет. Иногда переводчик проповедники не говорил того, что истолковывает истолкователь. Поэтому так должно быть в Церкви Божьей, чтобы все все понимали, чтобы всем было все понятно, чтобы каждый мог сказать «Аминь», чтобы созидалось тело Христово, чтобы совершалось служение Христово, и чтобы все это было для славы Божьей и для назидания людей. Именно для этого Дух Святой и сошел на землю. И когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что перед Духом Святым стояли самые разнообразные задачи. Их более тридцати. И понятно, что за неимением времени я не буду разбирать каждую из них, иначе мы будем точно Троицу три дня будем отмечать здесь в собрании, да? Но хотел бы обратить наше с вами внимание только лишь на три задачи Духа Святого, которые мы находим на страницах Священного Писания. Для этого давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. Здесь записаны такие слова. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Самая первая задача, которую мы здесь видим, это то, что Дух Святой назван Утешителем. Вы знаете, мы с вами живем на земле. Написано в книге «Псалтырь», это молитва Моисея, Человека Божия, о том, что дней жизни наши 70, при большей крепости 80 лет, и лучшая пора их что? Труд и болезнь. А раз так, то мы все нуждаемся в утешении. Очень часто мы забываем об этом, что в утешении нуждаются наши дети. И когда ребенок прибегает к какой-то своей проблемой, то это он делает только лишь для того, чтобы его утешили, чтобы ее пожалели. Вы знаете, как-то в школе детям задали вопрос, какая ваша самая лучшая пора года? Ну и дети в основном написали «Лето», потому что летом летние каникулы, и тепло, и можно ходить на пляж. Другие написали «Зимой», потому что «Зимой» зимние каникулы. Интересно, что для детей самая лучшая пора в школе, тогда, когда нет школы. Но один мальчик написал другое. Он написал, что «Самая лучшая пора для меня тогда, когда я болею, потому что родители тогда такие хорошие». Почему? Потому что дети нуждаются в утешении. И не только дети, но и взрослые нуждаются в утешении. Я уже как-то рассказывал вам историю, что моя жена Леночка, каждый раз, когда она печет что-то в духовке, она обязательно обожжется. И я решил решить эту проблему. Я купил ей такие, вот знаете, огнеупорные перчатки по локоть в надежде, что я раз и навсегда решу эту проблему. Но на самом деле не все так просто. Потому что мужская логика отличается от женской логики. И оказывается, для того, чтобы решить эту проблему, недостаточно было иметь эти перчатки. Их еще надо почему-то одевать. И вот она приходит очередной раз и говорит, что обожгла пальчик. Я ей начинаю говорить, почему ты не одела перчатки? Ну для чего я потратил деньги? Для чего я тебе привез эти перчатки? Ну они лежат на вид, на месте. Ну неужели тяжело было и ходи? Знаете, она посмотрела на меня и говорит, неужели ты думаешь, что я пришла к тебе для того, чтобы выслушать мораль? И я понял, золотое правило. Знаете, какое золотое правило для мужчин? Если женщина не права, то попроси у ней прощения. Я понял, что она пришла не для того, чтобы выслушать мораль, но для того, чтобы получить утешение, для того, чтобы я ее пожалел, для того, чтобы я поцеловал этот пальчик. Вот для чего она пришла. Потому что все мы нуждаемся в утешении. Хотим мы этого или не хотим, но мы так устроены. И в нашей жизни с нами случаются различные трудности, скорби, переживания, горе. И тогда, когда человек делится своими переживаниями, трудностями, какими-то своими проблемами, то он это делает прежде всего для того, чтобы получить утешение. Но очень часто мы, как люди, жалкие утешители. Очень часто, как люди, мы забываем в том, что люди другие нуждаются в утешении. И поэтому Бог послал Духа Своего Святого для того, чтобы не оставить нас сиротами. Он послал нам утешителя. И вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что вся Троица, в том числе Бог Отец, Он тоже утешал людей. Ну, например, я прочитаю, это записано в книге пророка Исаии, 51-12. Бог Отец говорит такие слова. «Я, я сам утешитель ваш». Книга пророка Исаии, 66-13. Написано, «Как утешает кого-либо мать его, так я утешу вас», говорит Господь. То же самое Господь Иисус Христос, Он тоже являлся нашим утешителем, Он утешал людей, Он никогда не проходил мимо человеческого горя, Он никогда не переступал через человеческую нужду, и тогда, когда Он видел какую-то беду, то Он всегда приходил на помощь вовремя, и Он всегда оказывал утешение. Он не был безразличен к человеческим страданиям. В несколько раз, мы читаем в Библии, написано, что Христос даже заплакал, тогда, когда видел человеческие страдания. Вы помните, однажды Господь проходил мимо похоронной процессии, умер юноша, единственный сын у своей матери, а мать была вдовой, потому что недавно похоронила своего мужа. Представляете, какое это было горе для этой несчастной женщины, в каком она была состоянии, и Господь сжалился над ней. Он остановил похоронную процессию, он подошел, прикоснулся к юноше и говорит, юноша, тебе говорю, встань. И он воскресил этого юношу и вернул его к своей матери. Мы видим, каким образом Господь утешил ее. Мы видим, что Господь утешил Марфу и Марию, тогда, когда воскресил Лазаря. Мы видим, что Господь утешал всех тех страждущих больных, которые на протяжении десятилетий находились в ужасных болезнях, одержимые бесами, слепые, хромые, сухорукие. Мы видим, что Господь исцелял их, и через эти исцеления Он приносил им утешение. Мы видим, что Господь, Он являлся также нашим утешителем. И Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Буквально здесь имеется в виду, утешу вас. Но, вы знаете, самая большая роль в области утешения все-таки отведена Духу Святому. Потому что Он даже назван этим словом параклитос, словом утешитель или же помощник. Потому что тогда, когда мы утешаем, то этот человек, которого мы утешаем, он нуждается и в помощи. Поэтому на русском языке звучит как утешитель. У американцев больше как помощник. Они более практичны. Утешение хорошо, но помощь лучше. Поэтому Дух Святой назван помощником в английском языке. И когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что Господь призывает нас с вами, чтобы мы утешались Господом. Прежде всего, утешались Господом. Книга Псалтырь. Вот мы читаем 36-й Псалом, 4-й стих. Написано, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Также Господь желает, чтобы мы утешались надеждой. Мы читаем в послании к римлянам, 12-12. «Утешайся надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». 118-й Псалом – это Псалом утешения. Господь призывает нас, чтобы мы утешались Его уставами, Его откровениями, Его заповедями, Его законами, Его милостью. И, конечно же, все это возможно только лишь через Духа Святого, который является нашим утешителем. Вторая задача, на которую я хотел бы обратить наше с вами внимание. Дух Святой пришел не только для того, чтобы нас утешить, но также и для того, чтобы нас научить. И мы прочитали, с вами написано, что «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему, научит вас всему». Мы видим, что Дух Святой также пришел для того, чтобы научать. И почему Христос сказал, что «Лучше для вас, чтобы я ушел?» Потому что тогда, когда Христос был на земле, Он был ограничен в теле, Он был ограничен в пространстве, Он был ограничен во времени. А когда Дух Святой пришел на землю, Он объемлет всю землю. Христос не мог одновременно утешать человека в Израиле, и где-то в Индии, и где-то в Африке. А Дух Святой, Он объемлет всю землю, и Он может одновременно утешать каждого дитя своего, тех, которые находятся во всех точках земного шара, Он может одновременно утешать и одновременно научать каждого человека. И поэтому это лучше. И вот вторая задача – это то, что Дух Святой научает. Когда человек рождается на землю, то он попадает в школу жизни. И вначале нас учат наши родители, затем воспитатели, затем преподаватели, затем пастыря, а самое главное – нас учит Господь. И когда мы читаем Слово Божие, то мы видим, что Бог Отец учил людей. Вот мы читаем, это записано в книге Псалтырь 24, 4-5, написано, «Укажи мне, Господи, пути свои, и научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего». Мы видим, что Бог Отец учил людей. И не только Бог Отец, но и Бог Сын, когда был на земле, Он постоянно учил людей. Мы читаем Евангелие от Матфея 9, 35, «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия». Матфея 26, 55, «Каждый день с вами сидел я, уча в храме», говорит Господь. Матфея 7, 28, «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». То есть мы видим, что Христос постоянно учил людей. Он учил их в горах, учил их в пустынях, учил на берегу водоемов, Он учил их в храме, Он учил их в синагоге, Он постоянно учил. Но самая большая роль именно в обучении отведена Духу Святому, потому что это одна из целей, для чего Он пришел в этот мир. С одной стороны, для того, чтобы нас утешать, а с другой стороны, для того, чтобы нас научать. И мы знаем, что Слово Божие было практически написано Духом Святым, потому что его писали Божьи человеки, вводимые Духом Святым. И мы с вами имеем Слово Божие благодаря Духу Святому, и Он учит нас через Своё Слово. И Господь призывает нас, чтобы мы научались. Господь желает, чтобы мы учились правде. Он желает, чтобы мы учились разуму, чтобы мы учились мудрости, чтобы мы учились полезному, чтобы мы учились Его уставам, Его заповедям, Его повелениям, страху Божьему, чтобы мы научились путям Его, чтобы мы научились истине Его, а самое главное, чтобы мы научились кротости и смирения. Помните, Христос говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от Меня. Чему научиться? Ходить по воде? Или, может быть, укращать бурю? Или, может быть, умножать хлебы? Было бы неплохо, да? Но Христос не об этом говорит. Он говорит, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и только тогда найдете покой душам вашим. То есть найдете утешение. Поэтому Господь послал Духа Своего Святого для того, чтобы с одной стороны нас утешать, а с другой стороны нас научать. И это, конечно, возможно только лишь через Духа Святого. И третье, мы прочитали в этом отрывке, утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Оказывается, Дух Святой пришел на землю не только для того, чтобы утешать, не только для того, чтобы научать, но также и для того, чтобы напоминать. Вы знаете, странные вещи происходят с нашей памятью. Мы очень хорошо помним, кто нам должен, но почему-то забываем, кому мы должны. Мы очень хорошо помним свои права, но почему-то быстро забываем свои обязанности. Мы очень хорошо помним ошибки других, но почему-то так быстро забываем свои собственные. И вот для того, чтобы мы не забывали, нам необходимо напоминание. И когда мы читаем Слово Божие, то мы видим, что вся Троица, они напоминали людям. И Бог Отец напоминал людям, мы читаем в книге Нееме, 9 глава, 29-30, написано, «Ты напоминал им обратиться к закону Твоему, ожидая их обращения. Ты медлил многие годы и напоминал им Духом Твоим через пророков Твоих». То есть мы видим, что Бог Отец постоянно напоминал людям, напоминал Духом Своим Святым. Также мы читаем, что Бог Сын также постоянно напоминал людям. Он напоминал свои божественные истины, которые Он принес на эту землю. Мы видим, что Он неоднократно повторяет одни и те же истины. У нас с вами есть четыре Евангелия. И очень часто мы видим, что в этих Евангелиях повторяются одни и те же истины, одни и те же события. И иногда людям непонятно, а для чего было писать четыре Евангелия? Может быть, можно было скомбинировать все это в одно? Было бы проще. Ну, может быть, оно было проще в том, что меньше надо было потратить времени для того, чтобы их прочитать. Но оно не было бы проще для нас, потому что мы нуждаемся в напоминании. И поэтому эти истории повторяются для того, чтобы нам напомнить. Эти истины повторяются для того, чтобы нам напомнить. Для того, чтобы мы не забыли. Христос даже учредил вечерю Господнюю для того, чтобы мы брали в руки хлеб, который символизирует Его ломимое тело. Чтобы мы брали в руки чашу с вином, которая символизирует Его пролитую кровь. И чтобы мы вкушали их для чего? В воспоминании. В сие творите, Христос говорил, в мое воспоминание. Оказывается, мы каждый месяц нуждаемся в напоминании, чтобы не забыть то, что сделал Христос. Еврейские раввины говорят, что для того, чтобы человек запомнил какую-то истину, то он должен услышать ее 40 раз. Поэтому мне надо будет повторить эту проповедь еще 40 раз. Вы знаете, почему? Потому что наша память постоянно забывает. Особенно хорошее, доброе, особенно то, что от нас требуется. Вот именно поэтому нам приходится постоянно напоминать детям одно и то же. Каждый день мы вынуждены напоминать детям. Не потому, что у них плохая память, но потому, что она выборочная. И это касается не только детей, это касается и взрослых. И вот Господь для этого послал Духа Святого, который с одной стороны утешает нас, с другой стороны научает нас, а с третьей стороны напоминает нам. Напоминает нам то, что Он раньше нам преподал. Для того, чтобы мы не забыли. Для того, чтобы мы осуществляли, чтобы мы были не слушателями забывчивыми, но и исполнителями Его Слова. И мы читаем, что апостол Павел в своих посланиях, он часто напоминает верующим те истины, которые он им говорил. Вот мы читаем, например, апостол Петр пишет во втором послании, первая глава, 12 стих. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине». И 13 стих. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». И мы читаем также, вот апостол Петр пишет в третьей главе, с первого стиха. «Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». То есть, вы видите, мы нуждаемся в постоянном напоминании. И вот для этого Господь послал Духа Святого на землю. С одной стороны утешает, с другой стороны научает, с третьей стороны напоминает. И, дорогие, мы с вами должны быть соработниками у Господа. Господь призывает нас к тому, чтобы мы были Его соработниками, чтобы мы подражали Богу, как чадо возлюбленные. Вот как малые дети подражают своим родителям, чтобы мы подражали нашему Господу. Поэтому, если Господь утешает, то это значит, что и мы должны утешать друг друга, так, как это делает Господь. И об этом мы читаем, написано в Слове Божьем, «Утешайте друг друга». 1 Фессалоникийцам 4, 18. Если Господь нас научает, то и мы должны научать друг друга. Мы должны учить друг друга. Вы скажете, где учиться? Ну, конечно же, в Ирпенской библейской семинарии. Мы должны учить друг друга, потому что написано, «Итак, идите, научите все народы, уча их соблюдать то, что я повелел вам», говорит Господь. Так как Дух Святой, так как Господь нам напоминает, так же и мы должны напоминать, напоминать друг другу и напоминать людям о Господе. Книга пророка Исаия, 62, 6, написано, «О вы, напоминающие о Господе!» Что? Не умолкаете. Поэтому будем тоже утешать друг друга, будем научать друг друга и будем напоминать друг другу. И если в нашем собрании есть люди, которые еще не обратились к Господу, может быть, вы неоднократно слышали о том, что надо покаяться, может быть, вы уже слышали, что Христос умер за вас, и Он призывает вас к себе, но, может быть, еще не сделали этот шаг веры, то сегодня я хочу напомнить вам, что Господь любит вас, и Он не желает вашей погибели, и Он говорит, «Придите ко Мне, покайтесь и веруйте в Евангелие». Господь сделал со Своей стороны все, и Он послал нам Духа Святого, Который утешает, научает и напоминает нам божественные истины. Ему за все пусть будет вечная слава во веки веков. Аминь. Помолимся Господу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...